Город Брест в советское время считался одним из самых зеленых городов. И сегодня для того, чтобы подтвердить этот статус и вообще посчитать, сколько зеленых территорий в городе есть, разработана схема озелененных территорий города Бреста. Она делается для того, чтобы посчитать, сколько зеленых территорий у нас есть, какие они, и есть ли у нас соответствует ли обеспеченной зелеными территориями количество жителей и количество метров квадратных на каждого жителя зеленых зон. Есть ли эти зелёные зоны в наших жилых районах, в наших дворах? И насколько расстояние от жилых кварталов до зелёных зон обеспечиваются нормативные расстояния? Озеленение городской территории в соответствии с разработанной схемой проводят сотрудники предприятия «Коммунальник». Сегодня с утра работы по посадке деревьев были организованы в сквере Иконниково. Объёмы озеленения, а также виды деревьев и кустарников определяет отдел градостроительства Брестского горисполкома. Мы проводим посадку деревьев на городской территории, также на территории улиц, дворов, многоквартирных жилых домов, садиков и школ. Также высаживаем деревья в новых районах и на территориях жилой застройки центральной части, где удаляются аварийные деревья. Хорошая новость для брещан. Первоначальный план по посадке деревьев на данный момент увеличен практически вдвое. Вместо 5,5 тысяч этой весной наш город украсят 10 тысяч молодых саженцев. На данный момент у нас высажено порядка 3900 деревьев и 1276 кустарников. В данный момент мы проводим посадки по центральным улицам города. Это скверы Иконниково, Гоголя, Орженикидзе. В основном липы, дубы, клёны. Помимо озеленения, традиционно важное значение придаётся уборке и благоустройству центральных улиц Бреста. Ведь важно поддерживать имидж чистого и ухоженного европейского города. Это ежедневный и нелёгкий труд, который высоко ценят жители и гости. Территория очень большая, работы очень много. Приятно, когда люди подходят, говорят хорошие слова, спасибо говорят, очень им нравится, как я убираю. Весна – традиционно горячая пора для брестских коммунальных служб. Ведь месячник по благоустройству закончится, а они по-прежнему без перерыва будут прилагать все усилия, чтобы каждый из нас мог прогуляться по чистым улицам, скверам и набережным, наслаждаясь красотой городских пейзажей.